Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня поговорим кратенько о компании Gazprom и как наиболее интересном направлении, ключевом моменте о дивидендах Gazprom, которые потенциально компания может выплатить по итогам 2023 года. Посмотрел мнение в интернете и вижу, что разбег от ноля до чуть ли не 30%, кто сколько ожидает. Хотел бы сегодня привести те данные, которые считаю объективными и которые вполне вероятно будут влиять и из которых будет исходить объем дивидендов Gazprom. И давайте сегодня пробежимся по кратенько по данным. Компания отчиталась по РСБУ за 2023 год, отчета по МСФО еще нет. Наиболее важен, безусловно, отчет по МСФО, поскольку из него формируется база выплаты. Имеем то, что имеем и в общем-то по РСБУ тоже можно определенные данные усмотреть. Касательно общего состояния Gazprom, что хочу отметить, что ситуация так себе. Я думаю, по котировкам это понятно, что у компании все не очень хорошо. Санкционное воздействие значительно. Что касается активов, активы подрастают, но здесь тоже важно понимать, что и рубль в том числе удешевляется. Поэтому, скажем так, пересчет стоимости активов, он не совсем показывает нам текущую ситуацию. В активах тоже здесь негативной ситуации нет, но и позитива большого тоже нет. То есть по балансу есть рост, но в большей степени я считаю, что влияет ослабление курса рубля на данное обстоятельство. Что в общем-то тоже неплохо в части приобретения акций как инструмента, который позволяет уйти от девальвационной составляющей, инфляционной составляющей. Зачастую это является выходом. Но, безусловно, помимо наличия объема активов в неденежной форме, который, собственно, нам и позволяет уйти от инфляционной составляющей, важно видеть развитие компании, поскольку это такой основной фактор, основной сегмент. Так, давайте пойдем по основным финансовым потокам, которые мы имеем. Выручка за 2023 год 5,6 триллионов, что существенно ниже, чем за 2022 год. Это почти 8 триллионов. Ну и в общем все хорошо в сравнении. Табличку отдельную не стал формировать. Мы сейчас «Газпром» не оцениваем по справедливой цене. На IPO он не выходит. Важно понимать, за предыдущие годы спокойный. Взял 19-й год, 18-й год, когда не было коронавируса, не было СВО, не было санкций и всего прочего. 7,8 триллионов была выручка. Себестоимость продаж в районе 6 триллионов. Себестоимость продаж 4 триллиона. Она уменьшилась по сравнению с предыдущими годами, но осталась практически неизменно по сравнению с 2022 годом. Это, безусловно, негативный момент, потому что продавать газа стали меньше, а себестоимость его продаж осталась неизменной. И, соответственно, мы понимаем, что на объем продаж газа себестоимость значительно выросла продаж. Потому что высокомаржинального, наиболее выгодного рынка Европы сейчас нет. И «Газпром» ищет другие пути. Мы это обязательно учитываем. Продаж газа 3,4 триллиона, было 5,8. Кому интересно, можете самостоятельно посмотреть. Продажи нефти выросли, но это очень несущественная часть в балансе компании. Так же, как нефтепереработка, в основном здесь, конечно, идут продажи газа. Далее, по коммерческим расходам. Они тоже не снизились практически, но понимаем, что на 30-40% сократилась выручка. То есть, и коммерческие расходы по-хорошему бы должны были сократиться, но нет. Имеем то, что имеем. Правленческие расходы также даже выросли, чем сократились. Но они, в общем-то, стабильны, вне зависимости от объемов продаж. И прибыль убыток от продаж идет у нас отрицательной. То есть, это убыток 291 миллиард. Это не очень хорошо, безусловно, а даже плохо. И единственное, чем Газпрому можно помочь, и, собственно, чем ему помогают, его дочерние компании. Они выплачивают достаточно высокие дивиденды, та же «Газпромнефть». И вот доходы от участия в других организациях 895 миллиардов. Соответственно, эдакое сальдо берем 291 миллиард минусом. «Газпром» по своей деятельности закрывает. И 895 миллиардов у него возникает прибыль от дохода от участия в других организациях. То есть, дивиденды. И по итогам чистая прибыль 695 миллиардов. В целом, это не так уж и плохо. Мы понимаем, что «Газпром» это не только «Газпром», но и его дочерние компании. Дочерние компании зачастую могут отрабатывать лучше, чем сам «Газпром». Учитывая то, что, я бы сказал, наверное, та ситуация, которая сейчас находится под нашим наблюдением в плане продаж газа, санкций, воздействий, она в районе где-то наихудших. То есть, она где-то в районе дна. Может быть, она его еще не достигла, но уже на «Газпром» беспрецедентное воздействие было оказано. Безусловно, он стал одной из первых целей, на которые санкции распространялись. Но в целом, получить прибыль при всем притом, это довольно-таки неплохо. Пусть не от продаж газа, но от дочерних обществ. Ведь мы все понимаем, что это «Пао Газпром» с огромным количеством дочерних компаний. Как вы знаете, наверное, я сам работал в «Транснефти» и знаю, что у нее дочек много. И, соответственно, можно выработать такую вот систему. Система – это что? Система – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. Так, секундочку. Так, телефон, значит, отвлек. О чем я говорю? О том, что крупные компании, такие как «Транснефть», «Газпром», «Норникель» и еще какие-то компании – это не только то название, которое мы видим, это не какое-то предприятие единичное. Это как раз система, состоящая из ряда элементов. Эти элементы между собой взаимодействуют. Кто-то в убытке, кто-то в прибыли. Самое главное, что по выходу из этой системы финансовый поток был положительным, безусловно. Потому что мы инвестируем во всю эту систему. Ну, можно инвестировать и в элементы. Но сейчас мы говорим о «Газпроме» как некой экосистеме, включающей в себя дочерние компании. Поэтому то, что у них по итогу получилось почти 700 миллиардов плюсом – это нормальный показатель. И, в принципе, для меня он был позитивен. По крайней мере, не убыток. Это уже неплохо. И если есть прибыль, то мы можем говорить, безусловно, и о распределении дивидендов в этом отношении. Так, с этим, я думаю, понятно, откуда деньги. Что у «Газпрома», у самого головной компании так себе дела. Но есть дочки, которые щедро платят дивиденды. Кстати говоря, по дивидендам раньше было не так все хорошо, не так много платили в 19-18 годах. Но, бог с ними, сейчас не буду искать. Здесь доходы от участия других организаций всего 21 миллиард и 20 миллиардов. Сейчас, напомню, 895 миллиардов или 865 миллиардов. То есть это очень серьезные деньги. Я думаю, что столь высокий объем выплат с дочек в том числе связан с необходимостью перемещения этих денежных средств в «Газпром». Ну и эти дочки, они тоже, конечно, как бы подконтрольны государству. И «Газпром» более чем на 50% тоже принадлежит государству. Соответственно, все деньги, которые будут перетекать тем или иным образом в «Газпром», позже они пойдут в государственных нуждах, скажем так. И что я хотел бы отметить. Идем к дивидендам. Собственно, посмотрели финансовое состояние. И идем к дивидендам. По дивидендам, что дивидендная политика «Газпрома» предполагает выплату порядка 50% прибыли по МСФО. При соответствии долговой нагрузки к EBITDA, если не ошибусь, 2,5%, то есть долговая нагрузка к EBITDA не перекрывает этот порядок текущих выплат. Соответственно, дивиденды должны быть заплачены в соответствии с дивидендной политикой. Прибыль есть. Единственное у нас остается вопросом МСФО. МСФО, то есть деньги по МСФО. МСФО более расширенная информационная система, в том числе и для нас, и для предприятия по управлению капиталом, по прибыли. Можно образационные статьи заложить в прибыль и так далее. То есть как это сделает «Газпром» мы пока не знаем. Но по РСБУ мы уже вот это направление видим. Плюс-минус какое-то можем отсюда формировать. И, безусловно, интересно уже сейчас оценить масштаб дивидендной доходности. И скажу прямо, я тут не сторонник, откуда у людей ожидания 20-30% по дивидендам «Газпрома». Это никакого смысла, я считаю, не имеет. Не исключаю эту возможность, если государству потребуется большой финансовый поток, который он решил взять с «Газпрома». Но, опять же, если мы говорим о перспективах компании, по-русски говоря, прям сильно отдаить ее, но это не целесообразно и, наверное, беспечно было бы. Я думаю, что не будет огромной дивдоходности и делиться дивидендами с населением тоже никакого смысла нет. Я тут я для себя пометил, что в 2023 году НДПИ налог составил 1,5 триллиона рублей. То есть, огромные-огромные деньги уже они из компании как бы выведены. То есть, еще платить большие дивиденды, еще по людям распределять большую доходность, чтобы ее получило государство, смысла никакого нет. Я думаю, есть смысл заплатить вполне разумные денежные средства в соответствии с дивидендной политикой, с той прибылью, которая имеет место быть. Остальные деньги лучше вывести напрямую без участия, скажем, граждан Российской Федерации инвесторов. Ну вот оно так, но прагматичное мышление, но я думаю, что оно так и работает. Не будем там, значит, какие-то такие вот выстраивать другие цепочки мышления. Каждый может, конечно, там подумать, как оно есть. Но я думаю, что большинство все-таки понимает, что чудес не бывает. И просто так раздавать деньги никто никому не будет, если можно их и не раздавая, скажем, вывести. Отсюда у меня есть мнение, что если пока будем отталкиваться от РСБУ, то заработали 695 миллиардов. Вполне есть вероятность того, что денежные средства на финансирование Сахалина-2, а ведь недавно вышла новость о том, что Газпром покупает этот проект, ну, точнее, в нем долю в этом проекте Новотек не будет покупать, снизились требования к участнику приобретения. И обойдется это, ну, там почти в 95 миллиардов рублей. Для Газпрома это подъемные деньги, абсолютно подъемные, даже с текущей прибыли можно рассчитаться. Вполне вероятно, что они будут рассчитываться из будущего финансового потока, в зависимости от того, когда эти денежные средства нужно будет нести, с какой статьей они их выделят. Так что есть вероятность того, что они из текущей прибыли могут заложить вот эти денежные средства, чтобы они, условно говоря, кубышка лежала, чтобы за этот проект рассчитаться, чтобы долговую нагрузку никакую дополнительную не нести. В этом случае по прибыли мы можем говорить о 600 миллиардах рублей. И здесь еще, то есть если 600 миллиардов мы имеем, 50%, это около 300 миллиардов. Также, вот почему он эту страничку открыл, остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода. Есть вот такое у нас, статья 45.00, 321 миллиард с половиной денежных средств имеется на счетах. То есть, в принципе, исходя из ряда вот этих факторов, покупки, непокупки проекта Сахалин-2 из текущих финансовых возможностей, то у «Газпрома» остается порядка 300-320 миллиардов рублей на приобретение, ну, точнее, на выплату дивидендов. Посмотрел. Так, сейчас я вам продублирую. Тут расчеты у меня, целый лист расчетов. Значит, акций сейчас порядка 23,6 миллиардов штук. И денег будет выделено, исходя из этого, порядка 13 или 12 с копейками рублей на одну акцию. Дивдоходность в этом случае может составить порядка 8%. 8-8 с копейками процентов. Вот это реальная, на мой взгляд, дивидендная доходность, которую «Газпром» может вполне себе позволить. он будет соответствовать всем нормам своей дивидендной политики, нормам сохранения устойчивости, ну, и всем благам, скажем так, как вот обычные компании рассчитываются. Так что я ориентируюсь процентов на 8, может быть, 8,5, где-то вот плюс-минус какой-то, но не исключаю и иных вариантов. То есть, может, могут деньги потребоваться, и с каких-то долгов, с чего-то еще, может, конечно, больше «Газпром» заплатил, но вот все-таки садимся, как говорится, на землю, заземляемся и не ждем 20-30-40% дивидендов от «Газпромов». Этого не будет. И те же самые 8%, я считаю, что это нормально, учитывая максимальное или приближенное к максимальному санкционное давление на «Газпром» и вот возможности его, которые реализуются в ходе программы вот этой «Сахалин-2», рассчитывал также, ну не в формате ролика, так лирическое отступление, рассчитывал дегазификацию, эффект от дегазификации. Там большие вложения идут, много домохозяйств подключают. Я и сам подключился по программе дегазификации, кстати говоря, не за бесплатно, пришлось все-таки всем деньги заплатить, но там не очень большой эффект. Скажем прямо, у меня по расчетам это маловыгодно. Я понимаю, почему «Газпром» ранее не занимался никакой дегазификацией, ему просто это напросто неинтересно, гораздо выгоднее через большую трубу гнать куда-то в Китай или в Европу газ, не морочиться с домохозяйствами. Это, конечно, абсолютно неправильно по отношению к гражданам. Все-таки это, скажем так, народное достояние, газ, достояние России и все прочее, но выгоды нет. И вот, к сожалению, так у нас и получалось, что очень сложно было что-то газифицировать, потому что это никому не нужно было из «Газпрома», скажем так. Им смысла нет там Васю, Петю газифицировать, какой-то поселок. Это копейки просто в масштабах тех денежных средств, которые он зарабатывает. Оно так и осталось до сих пор, но когда программа реализуется, какая-то копеечка, может быть, процентов на 5, на 7 увеличит выручку компании. Это уже тоже неплохо. Там и цены можно будет поднять на газ, увеличить маржу этого направления. Так что перспективы в этом отношении тоже есть. Думаю, что интеграция газотранспортной сети и приобретение газа в сторону Азии, в сторону стран СНГ постепенно будет налаживаться. Там не такая маржа высокая, как в Европе, но будет постепенно развиваться в этом направлении. Так что давайте не будем затягивать роликов. В общем-то 8% это мой расчет див доходности Газпрома, который будет плюс-минус, я считаю, реализован. На этом все. Напишите собственное мнение в комментариях. Интересно. Я думаю, скоро мы узнаем, сколько будет по факту. На этом все. Всем удачи в инвестициях. Самое главное – здоровья вам и вашим близким. Всего доброго. До свидания.